Только в Альфа-Банке. Получите первые в России альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли, в одно касание. Забронируйте свой альфа-стикер на сайте alfabank.ru Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И сегодня мы с вами распакуем вот эти самые коробочки, в которых сюрпризики, которые я заказала на сайте Зака. Для тех, кто не смотрел полную распаковку всех моих посылок с сайта Зака, вы должны это сделать. Видео уже вышло. И вот эти подарочные наборы я вам обещала открыть. Так что сегодня мы их откроем. Но прежде чем я их открою, скажу, что вы тоже можете их заказать еще и с моим промокодом. 15% по промокоду ZOOM2023 вы можете получить на сайте Зака. Не распространяется на раздел сейл, потому что там и так, извините, у меня скидки вот такие. За что огромное спасибо Зака, потому что они молодцы, скидку подарили. И там очень много всего. Посмотрите, что я заказала. Вот там вот у меня игрушечки стоят прикольные, тоже с сайта Зака. Все мои любимые игрушки, которые вы постоянно спрашиваете, где я купила с сайта Зака. Ну, короче. Придете на сайт, сами все поймете. Ну, а мы будем приступать. У меня 4 коробки с подарками. Поехали! Все наборы были обернуты в пленку, в пупырку. Вот это вот все, вы это видели, когда я распаковывала все посылки. Единственное, наверное, минус сайта Зака, который я хочу, чтобы они когда-нибудь исправили, чтобы они сверху на коробке подписывали, что это за бокс. Потому что я без понятия, где какой бокс. Всего, смотрите, 4 набора. Один называется White Animals, другой называется Animal Lover, третий называется Animal Girl и последний называется Mimi Vibes. Кстати, Mimi Vibes самый-самый бюджетный, можно сказать. Они все наборы по наполненности разные. Тут можно посмотреть, что где находится. Ну, так, немножко. Начнем мы, наверное, просто рандомно с того, который у меня сверху лежит. Все пупырки и пленки я уже сняла, чтобы было, ну, извините, эстетичнее. Как видите, все коробочки одинаковые, они такие немножечко эко-стайл и наклеена наклейка. Счастье внутри. За. И везде наклейка одинаковая. Вот здесь поменьше коробочка, побольше коробочка. Открываем первую. Что же здесь будет? Мне кажется, здесь будет Quiet Animals. Прикиньте, если угадала, это что значит я? Ясновидящая. Та-дам! Кстати, у сайта Зака есть еще и наборы, полностью посвященные вкусняшкам. Но я их уже пробовала, поэтому в эту распаковку не стала заказывать. Но так имейте в виду, что вот есть набор чистый со вкусняшками. Я еще пока что не знаю, что это за набор. Потом в конце узнаем, когда все откроем. Начнем с того, что здесь есть вот такое манго. Что же это такое? Написано Dried Mango. Сухой манго, значит, ребят. Ну, учим язык. Ну, что такое? Он в какой-то супер обсыпке. Посмотрите, то, что я не пробовала из вкусняшек. Я, конечно же, буду пробовать. Почему? Почему? Потому что я люблю поесть. Знаете, это похоже на сушеный больше банан. Аромат такой, Маша. Ой, так сильно пахнет. Я люблю манго. Вот он реально в сахаре. Какой же он сладкий. Это очень вкусно. Это очень сладко, потому что у нас дома есть манго сушеный без сахара. Он не такой. Это и вкуснее. Есть из 10 и правда вкусненько очень. И классно, что две упаковки. Далее у нас здесь вот такое вот что-то вот корейское. Там кислые конфеты, ребят. Кислые конфеты с виноградом. Не хочу, ребят. У меня только прошло в горло. Мне кислые конфеты не нужны. Это похоже на Джелли Белли, только вкуснее. У них вкус насыщенный. Мы пробовали все абсолютно вкусы. Клубник, там ананас, яблоко. Они все были вкусные. Но какой-то был фаворитный. Я уже не помню какой. Но клубника есть клубника. Это прям очень-очень ням-ням-нямушка. Идем дальше. Я так полагаю, снова соус-соус. Очень-очень кисло, как здесь написано. Это конфеты с голубикой. Почему сейчас все так любят кислые конфеты? Что за такой тренд? Ты тоже любишь кислые конфеты? А ты хочешь конфетку? Ребят, и всем привет! С вами снова я, Фунтик. Я так полагаю, какие-то подарки снова для меня привезли. Но я кислые конфеты не ем. Пока вы, что у тебя еще есть? Пока вы. Пока вы. Я думаю, Фунтику понравятся вот эти милые носочки, ребята. Посмотрите, какие они хорошие. Махровые носки. Флаффи Айрс. Размер 36-40. Они очень плотные, несмотря на то, что они действительно махровые. Знаете, махеры тоже разные бывают. Сейчас еще распакую. Ребята, они еще и с пупырками антискользящими. Зацените. За это можно поставить сразу лайк, не глядя. Вот такие изображены милые здесь кролики. И сердечки. Ну, миленько. Ну, как еще? Потому что, смотри, саду очень миленько. Забилаю. Я тут забилаю. Пока вы все эти есть. Давайте смотреть, что у нас тут дальше. Два персика вижу. Помните, мы с вами и арбузы пробовали. И земли пробовали. Там прям земли были. Короче, это мармелад. И внутри жидкий центр. Это так, на любителя. Денису нравится. Я просто такого не сильно кайфую. Далее. Вот это нам надо попробовать. Смотрите. Джуси контент. Реально джуси контент. Такие виноградинки. Я такое никогда не видела. Сейчас будем пробовать. Ребята, это что такое? Это что? Это похоже на какие-то стеклянные фигурки. Смотрите, что это. Это так красиво. Это мармелад. Пахнет прикольно. Смотрите, мягкий. Как будто прям реально виноград. Только без кожуры. Вот это да, ребята. А мне бы где мармеладка? А где для Фунишки? Смотрите, как классно смотрюсь я среди иглосок. Это мои друзья. Ребят, по вкусу это было как мед с виноградом. Очень прикольно. Идем дальше. Здесь вот такие вот палочки. Боже, они же шикарные. Они в сливочном, молочном, обволакивающем слое. Это очень вкусно. Я хочу это сейчас поесть. Хочу вспомнить этот вкус. Видите, тут прям очень много молочной начинки. Вернее, молочного вот этого корпуса. Мне такое очень нравится. Не знаю, почему я прям обалдею. Конфетка очень прикольная. Ставлю ей 10 из 10. Понравится тем, кто любит какие-либо ириски. По идее, это еще не все. Все, есть все такие кислые конфеты с жидким центром. Мне кажется, я подобные с Валбурдс, да, пробовала недавно. Но другая фирма была. Что, будем пробовать? Смотри, как она кричит. Да, давай, давай. Не хочу, ребят. У меня только прошло горло. Мне кислые конфеты не нужны. Просто Маша 2 минуты назад. Я не буду есть кислые конфеты. У меня болит горло. Ой, она сильно обсыпанной кислотой, зацените. Прям один слой кислоты. Ох, у меня уже все свело. Это терпимо. Я хочу тут жидкий центр. Ммм, это вкусно. Чуть-чуть кислоты, но потом просто такая карамелька, как бон пари. Идем дальше. У меня вот здесь конфета. И вот здесь конфета. Это ананасовые жевательные конфеты, как типа мамба, скорее всего. Они прям мамба и мамба. Я не помню, поэтому попробую. Они сухие. Ну что, оператор, давай. Норм. Норм. Вот такая оценка. По идее, не все, прикиньте. Это что такое? Вот это я первый раз вижу. Это какая-то вафелька, что ли. Ней лав. Очень легкая конфетка. Очень. Ммм. Это как шутушка. Внутри кисенька и шипит. 10 из 10. Денис говорит, ананас тоже. Гуд. Уже не норм. Теперь давайте вот это пробовать. Это вафля. Она так выглядит смачно. Я такого никогда не видела. Ой, она сломалась. Ну ладно, вот так. По сути, вафля, которая обсыпана вафлей. Ой, пахнет карамелькой, вареной сгущенкой. Я не знаю, что здесь, но это очень вкусно. Где такое купить? Я такое хочу. Просто десяточка. Идем дальше. Самое главное, что я здесь вижу, это вот такая большая коробка. В которой, я думаю, будет термос. Розовый. Фиолетовый. Какой красивый, ребят. Смотрите, тут такой мишка. Термос. Стальной. Значит, температуру будет держать хорошо. А. Просто я Денису недавно говорила, что мне нужен термос, чтобы я могла пить чай. У меня стаканный Starbucks. Ну, его уже нет с нами. Короче, я не держал температуру. Вот, это просто судьба меня услышала. Тут специально вот такая вот трубочка. Она вот сюда вставляется. И можно, вообще не наклоняясь, пить какой-либо напиток. Внутри все стальное. Такая колба здесь хорошая, качественная. Я думаю, часов 8 точно будет температуру держать. Держать от 6 до 12 часов. Представляете? Это очень много. И вот так. Посасываешь. Очень круто. Очень-очень рада. Буду пользоваться. Идем дальше. Здесь у нас есть две ручки. Вот такая вот одна с мишкой. А другая вся с цветочками. По-моему, это вообще Сакура, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. И тут нарисован котик. Также здесь есть записная книжка. Вот такая вот. Хочу сказать, что она очень толстенькая. Посмотрите, сколько там листов. Здесь такая резинка и листочки в точечку. А листов-то, листов сколько? 80 листов, ребята. Это очень много. Вот, зацените. Можно рисовать, можно писать. Короче, кто чем хочет, тот тем и занимается в книжке. Красота вокруг. Далее здесь есть вот такой карт-холдер. Обложка для карт зайчик. Просто зайчик. Кстати, он в таком же стиле, как и эта записная книжка. Только здесь мишка какая-то, а здесь прям зайчик. Я, правда, такими обложками не пользуюсь. Сюда обычно вставляют какие-либо проездные. Ну, хотя сюда можно вставить и сюда можно карту вставить. И последнее, что здесь было, это очень милая обложка для паспорта. Посмотрите, там три друга, которые бегут в летний день, наверное, на речку, чтобы искупаться. Правда ведь? Не сочиняю. Это в моей голове фантазия. Тут, правда, речка. Они пускают воздушного змея. И там все такое цветущее. Класс. Ах, так еще непростая. Ребята, смотрите, здесь есть еще карт-холдер. Можно сложить карту. Здесь тоже два отделения. Можно какую-нибудь гадость сложить. Я вот всегда складываю в паспорт какую-нибудь гадость, какие-нибудь чеки, фотографии. Она не лаковая, как бы вам сказать. Она такая прочная, вот эта вот обложка. Глянцевая. Очень такая вот вся при этом мягенькая. Ну, прям приятная. Не могу, не могу. Вот так вот это все выглядит. Ставлю лайк. И, внимание, этот набор назывался White Animals. Это значит, что я ясновидящая. The next. Ох, какая тяжелая она, капец. Это, кстати, самая большая коробка. Наверное, самая дорогая здесь. Да, ребята, я права. Как я определила, а то, что здесь есть шоппер. И этот подарочный набор называется Anime Lover. Здесь 17 предметов, стоит 2 500. Короче, для любителей аниме. Давайте погнали. О, тут такие кислые конфеты, как в прошлом наборе, только с клубникой. Написано SoSour. Вот это да. Посмотрите, все картинки красивее и красивее. Здесь со вкусом Кока-Колы. А вот и та конфета, которая мне очень понравилась. Сколько здесь кислых конфет для любителей аниме. Вот это у нас каким? Тоже со вкусом клубники, ребята. Это еще не все. Тут еще есть вот такая вот пачка. Ну, давайте попробуем. Что вот уже, да? Все, вокруг да около ходим. Смотрите, с ананасом. И это должно быть кисло. Здесь есть планктон и спанчбоба. Ой, такой он и с этой стороны был. Зря переворачиваю. Просто вот такие вот конфеты серебряные. Прямо как мои ногти. Держи. Я думаю, ананас это вау. Обсыпано все. Ой-ой-ой. О-о-о. Тут покислее как будто. Один глаз закрывается, другой немножко открывается. И жога мне обеспечена. Ребята, это очень кисло. Но сейчас должно стать вкусно. Вкусненько, сладенько. Единственный минус, нет никакого жидкого центра. Идем дальше. Здесь у нас вот такая вот ручка с какой-то печенькой. Реально, ребята. А еще это похоже на ракушку. Все тут запечатано. Можно пописать. Она синяя. Ваша Zoom One Love. Далее здесь есть вот такие вот шарики, пандочки. Они такие мягкие, как суфлешки, как желешки. Внутри жидкий центр. Только в Альфа-банке. Получите первые в России альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли. В одно касание. Забронируйте свой альфа-стикер на сайте alfabank.ru Альфа-банк. Лучший мобильный банк. А, это что такое? Оно, представляете, соединено. Это вишенки? Ну, похоже на персики. Забавно. Далее здесь такие вот маленькие конфетки. Мы такие уже пробовали. Посмотрите, видео, где мы пробуем корейские всякие ништячки. Конфета сливочная с ананасом. Балдежная. Еще одна ручка. Здесь просто милый кролик. Как и все на Зака, все милое. Далее здесь вот такая вот кружка. Тоже анимешная. Зака. Найс. Такой у меня кружки нету. Смотрите, здесь такие глазки. Что-то написано. Кто шарит, что здесь написано. Пожалуйста, сделайте мне перевод. И с обратной стороны такая девочка. И типа она сняла маску у лисы. Или кто это? Она носит маску. И скрывает за ней свою личность. Двуличная, короче. Кружка для тех, кто двуличный. Далее здесь есть вот такие маркеры. И по-моему у меня есть такие же маркеры. Тоже их заказывала на сайте. Смотрите, какие они очень миленькие. Здесь голубой, зеленый, фиолетовый, розовый, оранжевый, желтый цвета. Они без запаха. Голубой. Как хорошо видно. Итак, мне принесли какой-то счет на оплату. Скорее всего за свет. Взрослая жизнь. И сейчас будем проверять цвета. Существуем цвета. Хотела сказать, не вырви глаз. И получила вот такой вот зеленый вырви глаз травянистый цвет. Но голубой. Смотрите, какой нежный. Фиолетовый. Да. Не пахнут. Очень жаль. Но посмотрите, какие красивые. На каждом маркере отдельный вид искусства. Отдельный вид рисунка. Это что такое? Розовый, ребят? Вот это же сиреневый, да? А это фиолетовый. У меня с цветами проблема, как и в принципе совсем в этой жизни. Оранжевый. Самый нежный в итоге оказался голубой. Но и зеленый классно тем, что он такой травянистый, а не неоновый. Желтый. Вообще оказалась охра. Вот так вот. Прикиньте, теперь вы знаете, что здесь не неоновые маркеры, а вполне себе такие носибельные. Немножечко пастельные. Скорее всего, это для уделения текста. Да, это верно. Это текстовы делители. Операторы, я вас поздравляю. Вы сорвали джекпот. Я вам подарю эти маркеры. Вы же много работаете, там текста выделяете, сценарии какие-то пишете. Yes, yes. Да, у меня по 300 сценариев в месяц. Кто не знал, Денис пишет сценарии для сериала, фильмов. А вы что думали? Тапки срет? Так что да, ребята, Денис у меня практически профессиональный сценарист. Хотела бы сказать, обращайтесь, но я думаю, пока что рано заказов ему и так хватает. Идем дальше. Носочки у нас тут дальше. Они мышные, но это же все-таки бокс для любителя аниме. Аниме лавы. Носки у меня, кстати, такие есть. Прям один в один. Тоже, естественно, с сайта Зака. И я думаю, вы меня в них иногда видите, потому что я их периодически ношу. Они достаточно высокие, но при этом не слишком. И у них очень здесь вот хорошая резиночка. Я специально этикетку не снимаю. Думаю, вдруг кому-нибудь подарю. Зачем у меня такие же носки, если у меня такие есть? Ну, посмотрю. Если не придумаю, кому подарить, то я себе их оставлю. Потому что они реально классные. Они очень хорошо тянутся. Резинку у них ногу не пережимают. Прям вообще кайф. Ой, блокнот. Я хотела такой заказать Денис. Потом поняла, что он же аниме не смотрит. Тут написано, I'm busy, watch and k-anime. Что, не поняли? Не надо пропускать уроки английского с Машей Дум. Тут написано, я занят, смотрю аниме, все, не благодарите. Там листы цветные. О, ребят, это просто восхищение. Ну, обложка, да? Резиночка, да? Далее здесь у нас такая клеточка модная. Далее у нас здесь, извините, простите, календарик, да? Некий планер. То есть это вообще планер. И все по-русски. Месяц, понедельник, вторник, среда, четвертый, пятый, суббота, воскресенье. Не эти планеры, а напоминают дневники школьные. Дальше, ребят, листочки меняются. Вот так вот все с бликами. О, боже. Ну, ребята, это просто вообще отвал всего. Дальше у нас заметки начинаются. И что-то еще. Как-то еще планер продолжается. Еще заметки. Очень интересно. То есть в середине есть заметки и в конце. 96 листов, между прочим. Обложка очень плотная, такая приятная. Не ожидала получить такой крутой планер. Продолжаем. Здесь у нас вот такой вот снова обложка на паспорт. Паспорт, хотела сказать. Паспорт мне тут чей-то положили. Это знаете, на что похоже? Это как будто пришли в фотобудку и там позируют. Хоть раз сфоткались в фотобудке, я ни разу. Вообще романтики хочется. Классная обложка, мне нравится. Черное-белое не выделяется. И финалити это шопер. Конечно же, он анимешный. I'm busy watching anime. Если что, вот эти вот все товары, которые связаны с канцелярией, с кружкой, с носками, можно отдельно заказать на Зака. Ну, вдруг, вот вам интересно. О, такая плотная ткань, ребята, посмотрите. Шопер сшит хорошо, ткань очень плотная, что, извините меня, немаловажно для шопера, чтобы он все выдержал. Внутри, к сожалению, только одно отделение, то есть никаких дополнительных карманчиков нет. Но ткань, это прям выше всех похвал, правда. Она очень плотная, можно кирпичи таскать, не порвется. И ничего не просвечивает, это тоже очень важно. Наборчик классненький. Я знаю, что среди моих подписчиков точно есть любители аниме. Напишите в комментариях, вы бы рады были получить такой, да или нет. Next. Один тяжелее другого. Та-дам! А я сразу знала, что это такое. Это называется Эни Магелл. Ребята, мы сейчас будем открывать Эни Магелл. Ну что, погнали со вкусняшек. Здесь вот эти конфетки с арбузом. Их-то я и поем. Вообще. Редко, что арбузные бывают вкусные. Это очень. Это было вкусно. Идем дальше. Здесь такие вот кислые конфетки. Там, где она орет, ей очень кисло. Следующая, это сухой манго. Это что? Это сухой ананас. Ребят, смотрите, какая-то новинка. Первый раз такой вижу пакет. Фрут Пальп. Ну, нам это надо. Ой, какие там интересные желейки. Зацените. Пахнет, боже. Обожаю ананас. Ребята, это медовый ананас. Это очень вкусно. Мягкий мармелад. Знаете, такой недолго жуется. Мне так понравилось. 10 из 10. Дальше у нас тут есть вот такие маленькие ананасики. Сейчас мы их тоже попробуем. Может, это были маленькие виноградики. Оп, смотрите, какие хорошие. Прям кто проживает на дне океана. Ребят, как они такие шикарные-то получились. Такие маленькие ананасы действительно похожи на дом спонжбоба. Пахнут они опять медом каким-то. Они такие же жесткие. Не такие вкусные, как предыдущие. Правда, предыдущие были вау. Но вкусно. Я бы килограммчик таких прикупила, правда. Круто. Лайк. Тут столько еды трэш. Смотрите, здесь есть вот такие вот кислые полоски, которые я в прошлой еще распаковке оставляла для проверки лайфхака. И так я здесь сняла это видео. Это прикольно, ребят. Это в полоску закручен мармелад жидкий. Тут сразу два варианта. Вернее, две упаковки с яблоком. Далее у нас какая-то кисломания. Кислые жевательные конфеты. Дабл фрукт. И ананас. Представляете? Не корейские, а наши местные. Это вот в таких пакетах, смотрите, арбуз. И ананас отдельно. Тут все с ананасом и арбузом. И тут такие вот маленькие конфетки, зацените. Я такие не пробовала, кстати. Вот так вот это все выглядит. Держи. Это типа сверху кисло. Очень как-то странно. Очень много сахара. Мне не понравилось. Ребят, еда закончилась. Капец. Осталась одна милота. Вот такая вот обложка на паспорт с такой тяночкой. Бьюти. Ребят, ну реально прям тяночка такая милая. Она еще заметили в одежде Селлар Мун. Может не Селлар Мун какой-нибудь подружки, но стиль выдержан. Далее здесь вот такие милые носочки с котиком. Махровенькие. Прорезиненькие. Прям то, что нужно. Далее здесь скетчбук. Какой он круто, ребята. Для набросков. Размер 14,8 на 21 сантиметр и 45 листов. Посмотрите, какая приятная матовая обложка. Вау, ребята, какие же плотные здесь листочки. Просто зацените. Даже я захотела порисовать. Пахнет приятно бумагой. Класс. Она такая шершавенькая. У нее плотность, по-моему, повышенная. 125 грамм на квадратный метр. Хорошие. 120, да. Короче говоря, скетчбук топовый. Далее здесь такая ручка с милой девочкой. Она автоматическая. Она темно-темно-синяя. Представляете? Ой, я ее точно хочу себе оставить. Очень классная. Тоника пишет. Прям вообще зачет. Ручек много не бывает. Далее здесь у нас планер. Или что это? Это блокнот большой. Здесь 96 листов. И он, как вы понимаете, с тяночкой, которая была на обложке на паспорт. Красивая. Как будто я ее рисовала нейросеть. И здесь такие листы. Просто в точечку. Очень удобненько. Можно использовать как тетрадь. Продолжаем. Последнее, что здесь есть, это термос. Давайте смотреть, какой он. Он держит и тепло, и холод, как здесь указано. Розовый. Просто розовый без рисунков. Интересно, какой здесь объем. 320 миллилитров. Как это открывается? Оп. Это было быстро. И здесь обычный вот такой вот выход для напитка. То есть не трубочка, ничего, а просто. Оно так плотно закрывается. Трэш. Тоже стальной. То есть температуру будет держать долго. Это очень хорошо. Такая классическая колба. Как вам этот набор? Скорее пишите в комментариях. Мне очень понравился. Тут и скетчбу, и блокнот. Все такое милое, и розовое. И много вкусной еды. И в финале у нас остался один лишь бокс, который называется Mimi Pipes. Он самый бюджетный, стоит всего 1600. И здесь будет 15 каких-либо штучек. Та-дам! Тут у нас кислые конфетки с голубикой. О-о-о, мы сейчас это поедим. Мармеладки с голубикой, которые вот были в прошлом с ананасом, тут с голубикой. Я думаю, это должно быть очень вкусно. Итак, друзья, такие же, в принципе, мармеладки. Пахнет ягодно. Они такие кисленькие и немножко похожи, на самом деле, на виноград. Насыщенный вкус фруктово-ягодный. Далее у нас тут клубнички. Давайте посмотрим. Обязательно. Я хочу посмотреть на произведение искусства. Боже, ребят, посмотрите. Правда, клубнички какие-то зеленые, особенно вот это. Ваше здоровье. Честно говоря, с ананасом была вкуснее. Клубничка мне не очень зашла. Следующая здесь набора таких вот конфеток с яблоком и ананасом. Мы такие тоже пробовали уже, но не в этом видео. Кислые конфетки с жидкой начинкой. Клубника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот эти сливочные трубочки с черникой, они вообще любовь-любовь. И мы нашли с вами вафлю, только другого цвета. Смотрите, как она выглядит. Она такая легкая, это просто дрэш. Давайте смотреть, может быть, она и другого вкуса. Выглядит она так же, как и в первом наборе. Она такая воздушная. Как будто она шоколадная. Как будто она с какао. Короче, вкус мы не распознали, но главное, что это вкусно. Ну, по-моему, она чуть-чуть отличается. Далее из еды у нас есть вот такие конфетки с драгонфруктом, да? Или это личи? Наверное, это личи. Вот такие вот полосочки с виноградом. Все, еда закончилась. И мы здесь находим гелевые пены. То есть ручки. Это набор, посмотрите. Ого. Интересно, они как пишут. Желтая, фиолетовая, голубая, розовая и зеленая. Что-то у меня есть подозрение, что все они пишут одним цветом. Прикиньте, реально. Они пишут разноцветно. Я пишу Masha Zoom The Best. Офигеть, она реально зеленая. А розовая оказалась красной. Ребята, это топ. Это очень приятно найти ручки цветные, которые действительно цветные. Все, у меня оператор уже глаз положил на данные ручки. Забирает себе. Далее, здесь обложка на паспорт. У меня уже такая была. Я ее кому-то подарила. Good Vibes. Это такая собака-обижака. И в этом же стиле здесь записная книжка. У меня есть такая, кстати, тетрадь. А это записная книжка тоже с такой же собакой. Такая обложка приятная здесь. Все, вот на такой вот защелочке. Открываем. И здесь вот так вот все в точечку. Офигеть, здесь очень большой формат вот этой вот разлинованности. Крутой блокнот. Мне понравился. Good Vibes. Такс. Ну и самое главное. Здесь у нас есть шоппинг. Представляете, какой классный? Сначала не понял, а потом как понял. Вот такая вот красотенюшка. Такой цвет приятный, благородный. Какой-то серый, холодный. Прям холодный-холодный такой серый оттенок. Очень красивый. Внутри один большой карман и все. Ткань очень плотная. Опять-таки ничего не будет просвечивать. Это самое главное. Ну что, ребят, вот мы с вами распаковали все боксы сайта Зака. Пишите в комментариях, какой вам понравился больше. Первый, второй, третий или четвертый. И заходите в мой телеграм. Я хочу там разыграть какой-нибудь подарочек. Я его еще не собрала, но я думаю, в ближайшее время соберу и объявлю о конкурсе. Сколько еще подарков будет, сколько победителей, не знаю. Надо все продумать. Но вы переходите, подписывайтесь. Но на этом все. Спасибо всем за просмотр и всем пока!